Меня зовут Надежда Касьянова, я тревел-скетчер, иллюстратор и член Ассоциации художников ботанического искусства. Я рисую уже очень долго, фактически с детства. С маркой Doodle Sketch я познакомилась в 2018 году. Они мне прислали скетчбук на пробу. Вот этот скетчбук. Вот даже это есть, это где-то было, да, три года назад. 1 марта я его начала, и 16 сентября 2018 я его закончила. Вот пока вы собираетесь, я быстренько-быстренько пролистаю. А напишите, пожалуйста, кто будет со мной рисовать прямо сейчас в прямом эфире или вы будете рисовать в записи. Вот этот скетчбук у меня фактически полностью посвящен Франции. Видите, два года прошло, а в принципе все достаточно яркое. Это тоже замки. Эта работа, кстати, была представлена на скетч-фесте в мае 2018 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ага. Вот. И прежде чем рисовать, всегда нужно посмотреть на натуру. Так, натуру видим. У нас будет горизонтальная композиция. Поскольку лист у нас бумаги горизонтальный, рисую я в скетчбуке от Doodle Sketch. Это мой третий скетчбук. Я начинаю. Кому интересно и кто не успел, можно зайти ко мне в аккаунт посмотреть. У меня там очень много маркерных работ, в том числе и в скетчбуках от Doodle Sketch. Итак, посмотрим на наш замок. Что мы видим? Мы видим, что он состоит из трех основных частей горизонтальных. Первая часть, вторая часть, третья часть. И третья часть у нас уходит сюда вниз. То есть, если мы проведем линию горизонта, мы видим, что у нас эта часть ниже. Это, кстати, очень классный замок. Но я не буду вас уже грузить историческими подробностями. Вот. Поэтому была очень как бы неприступная крепость. Вообще, замки Луары делятся на две категории, которые достаточно легкие, красивые, ренессансные. И те, кто сохранил свой облик со Средневековья. В частности, замок Монтре-Бюле относится... Очень много сохранил из Средневековья, скажем так. Был мало перестроен и одно время был даже женской тюрьмой во время французской революции. Так. Как нам теперь понять, где провести... Вот наш лист, да? То есть, вы в этих границах видите в камеру. Так, я проверяю себя. Да. Вот. Я буду в них тогда рисовать. Поскольку выше поднять камеру я не могу, к сожалению, технически. А как нам теперь вычислить, где у нас будет проходить линия горизонта? Очень просто. Мы прикидываем. Вот у нас третья часть, да, как мы договорились, будет уходить вниз. Мы смотрим, сколько ее содержится в самой башне. Получается три. Плюс правая часть... Ой, левая часть, извиняюсь, должна быть чуть выше. То есть, как мы будем строить? Мы на глаз. Вот кто не уверен, может взять линейку. Я, может, ее тоже возьму, потому что я листочек должна держать неподвижно, и чтобы под камерой было меня видно, а может, и не возьму. Пока просто без линейки мы примерно разделяем наш рисунок на три относительно равные части. Да, они, в общем-то, фактически между собой равны. Видно, да? Так, я, наверное, загораживаю рукой. Вот. Теперь нам надо вычислить, где у нас будет линия горизонта, крыльца и двух этих частей. Мы уже выяснили, что эта часть должна быть немножко больше, вот этой. Значит, мы ее примерно вот так отчеркнем. Так, видно меня? Мы остановились на том, что мы ищем линию горизонта. Соответственно, этот участок... Вот этот участок. Мы примерно делим на три. Раз, два, три. И вот будет у нас линия горизонта и нашего крыльца. Так. Пусть так она тоже меня отсвечивает и вам отсвечивает. Сейчас я пытаюсь сделать свет лучше. Так. Что мы видим? Мы сейчас очень схематично рисуем три части. Я начну с дальней, чтобы не загораживать рукой. Сейчас я не буду прорисовывать все окошки. Я сейчас просто ее обозначу. так. я сейчас не буду делать все подробности я сделаю сейчас просто как бы понять что у меня все все влазит лист обозначенные границы так и вы меня видите отлично если есть какие-то вопросы пишите но я их ну то есть буду периодически отрываться и смотреть но не ждите что я прямо сейчас сразу их увижу потому что я еще пока не научилась и смотреть ваши комментарии и ночью эту часть я потом буду вот это вот да я пока я так намечу вот подробно я чуть позже прорисую теперь средняя часть самая красивая кстати и отдельно рисовала недавно нарисовала я давно выкладывала я недавно себя инстаграме можно посмотреть вот эти вот прямо замечательные окна и дверь а так и вот это наша оборонительная часть замка так мне комментарии пока вообще не трогаю потому что мне с ними это очень неудобно так вот не забываем что у нас и за ней у нас домоходы простые и купол часть купола замка виднеется так ну что основные пропорции мы наметили можно теперь углубиться в рисование деталей так надо посмотреть если кто-то параллельно со мной рисуют вы успеваете или или как или вы бросили эту затею рисовать параллельно будете рисовать в эфире так сейчас я их все так вроде никто больше не написал значит я продолжаю рисовать теперь мы можем приблизить эту часть что мы видим мы видим что здесь 1 2 3 4 5 окошечков и еще 2 и все это надо здесь вот уместить причем кстати я фактически попала да но это я потому что уже много рисую да то есть вот вот эта линия вот вам ее как найти но вот от средней части то что у нас крыша потом отступая от крыши будет вот это окошко и соответственно от 100 отступая от этого окошка у нас будет вот эта часть и и в эту часть нам нужно поместить 5 окошек и даже еще и дверь попробуем сейчас сначала сделать это на глаз дверь 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 чуть-чуть повыше сделаем пять да то есть я разделила на пять почти на шесть вернее потому что у нас еще дверь на шесть равных частей и сейчас буду здесь делать окошки окошки нас еще и с балконами так это явно еще остатки средневековой стены потому что замки конечно перестраивались он уже не средневековая крепость но очень очень много от нее сохранил и построен он был по-моему в десятом веке то есть ну то есть он конечно десятого века мало что к сожалению сохранил в своем образе но в то же время достаточно много чтобы это я газончик намечаю и можно пока не ходя вверх сюда нарисовать среднюю часть тоже ее наметить в этот замок на экскурсию можно попасть только с экскурсоводом мы ходили с мужем но честно говоря я немножечко там запуталась он какой-то очень-очень путанный по расположению поэтому я вам сейчас даже не буду говорить что в этом корпусе находится потому что я я честно говоря не очень помню так штучки мы обозначили посередине у нас окно маленькая да и по центру да то есть о симметрии у нас будет вот эти два двойных окошка а потом также по центру мы замечаем второе окошко смотрим сколько оно занимает место но украшение мы оставляем на само окошко и балкон кстати я у себя подробно рисовала это окошко прямо с деталями но у нас небольшой скетч то есть не высоту ну по размеру плюс мы еще ограничены в принципе где-то двумя часами поэтому здесь я достаточно схематично намечая всю эту вот ажурную красоту которая вокруг него находится красота если мне очень нравится вот этот вот вид у форма форма окошко и занавески да то есть мы все-таки несмотря на то что это мелко мы их обозначим потому что это в общем то как раз будет центральный элемент нашего рисунка так видно это вроде видно балкон так тоже все у нас нот идет по оси симметрии все симметрично так снова какой-то барель какой-то барельеф так и вот здесь у нас дверца крыльцо я намечаю крыльцо сейчас я крыльцо и у нас видно что здесь уже будет часть вот этой стены часть стены и можно сразу тоже обозначить вот эту бойницу которую мы видим и газончик так если вам сложно то лучше делать по линейке я считаю что ничего зазорного в линейке нет если вам так удобнее тем более что наверное когда я буду делать линером я тоже возьму линейку потому что мне хочется чтобы все было ровно теперь можно тогда здесь доделать да вот мы видим что здесь у нас идет толщина то есть это у нас будет сверху вид сбоку так и внизу намечаем здесь у нас вот это оборонительная часть замка да то что осталось от крепости она фактически пустая то есть здесь просто у нас идет кирпичная кладка которую можно пока не намечать и бойницы я намечу я намечу также я сейчас дымоходы форму дымоходов чуть-чуть уточню так и часть замка часть какой-то башенки наверное жилой которую здесь видно так и вернемся тогда к левой части и я вижу что я уже относительно ну что здесь у нас будет должно быть еще ниже так как минимум видите то есть вот прорезается здесь форма зайца окошко строится передний план теперь я чуть подробнее обозначаю окошки балкончики здесь рельефные но их почти не видно я их уже сделаю когда буду линером то есть я для них место оставила пять окошек так теперь мы смотрим что здесь достаточно большое расстояние окошко вот это значительно больше длиннее чем остальные один декоративный балкончик и последнее окошко тоже довольно довольно длинное и мы фактически почти во все пропорции попали только обозначим что у нас эта труба знаю видно нет что она имеет вот толщинку и уходит перспектива так тогда еще уточним что еще можно уточнить здесь еще передний план с чем перейти к линеру вот это дерево которое прикрывает его рисовать не буду я просто нарисую здесь из казанчик обозначу там его просто выведу маркерами так что мне не нравится мне не нравится видно тут внизу что я делаю а а а так хорошо и растительность чтобы мы сразу поняли что здесь у нас верхняя платформа получается здесь нижний сад да то есть мы должны это так обозначить чтобы это было сразу заметно а здесь еще и стена это мне не нравится это пока уберу давайте здесь внизу разберемся здесь у нас будет дерево вот так называемый наш задний план так и получается у нас вот такая композиция то есть отсюда отсюда сюда теперь нужно уточнить вот эту часть почему не мерещатся чайки за окном хотя у нас москва и карантин какой то такой звук вот и чайки летают так как мы должны прорисовать эту стену у нас здесь на самом деле бойница такая вот если посмотреть сверху у нас такая вот бойница вот здесь вот здесь поэтому мы видим как бы часть вот ее часть а вот ее как бы толщинка она перекрывается тем что у нас идет стена вот так на нас вот чуть тоньше потому что надо она дальше от нас это чуть крупнее вот и здесь у нас будет вот обозначен газончик так я думаю мы можем уже приступить к линейному рисунку я беру линер 01 если в принципе у вас два линера есть это было бы вообще идеально один более толстый другой более тонкий но я пыталась пойти от минимального количества инструментов поэтому все таки выбрала более тонкие которые потом если что толщину можно увеличить я бы сейчас взяла уже на этом этапе линейку чтобы у нас все получилось ровно кстати может быть его ее брать и не буду здесь у нас видно что заросшая часть немножко и я сразу ее таким образом обозначаю знаете сейчас все таки возьму линию скетч марк где они у меня вот они у меня возьму наверное 0 2 0 5 так пробуем вторым обойтись потому что все таки скетч маркера получше линера их по крайней мере вы будете видеть что я делаю я теперь просто смотря на референс и руководствуешься нашим карандашным наброском аккуратно его прорисовываю и уточняю где нужно уточнять можно сделать толщинки в бойнице так будет даже красивее и так и и и и и и и так и и и Теперь окошко. Теперь уточняем, видите, они должны как бы уходить, проваливаться, да, то, что мы видели, что здесь это окошко. Так. Дальше здесь было бы хорошо, если бы у нас был линер-патол. Все, но я буду имитировать, что у нас один линер, просто несколько раз аккуратно обведу, покажу вот эти шторки, которые мне очень нравятся, какой-то такой уют создают. Релефный балкончик красивый, с ажурным низом. Видите, поскольку у нас достаточно мелко и быстро, я рисую условно, то есть я делаю, скажем так, первое впечатление от узора. Я его не прорисовываю, не прорабатываю. Если бы я хотела прорабатывать, я бы вот рисовала эту часть, как я и делала. Вот у меня, если зайдете на мою страничку, увидите, что как раз недавно я выкладывала этот скетч. Я его, правда, рисовала давно, как раз когда была там в сентябре. Многие рисуют по-разному, кто-то сразу рисует линеры, но я, честно говоря, так не люблю. Мне спокойнее сначала сделать карандашный рисунок, потратить чуть больше времени, но как бы не ошибиться в пропорциях, чтобы у нас архитектура была узнаваемая. Все-таки я это сделаю по линейке. Вот вертикали я проведу по линейке. Мне так спокойнее, чтобы оно было ровное, не дребезжащее. Здесь я еще спройдусь вторым линером. Немножко некрасиво, но это все равно будет синевая часть. Так, передний план, самое трудное. Это не напортачь с передним планом. Это показывает нашу бойницу. Показать, что она у вита, пока мы ее схематично показываем. Потом мы проработаем ее более подробно, более красиво маркерами. Сейчас просто мы ее намечаем. Видите, я как бы всю вот эту траву обозначаю просто штришками. И газон. Сейчас покажу вам один прием, который сразу создаст глубину работы. Он заключается в том, что на переднем плане, то, что ближе к нам, мы делаем более частые, да, штришки обозначают траву. А чем дальше, тем штришки дальше друг от друга, и тем они, по идее, должны быть тоньше. И хорошо, если это вот плавно происходит. И вот эту часть клуба. Ну, я ее не рисую такую сложную форму, да, которая здесь. Я ее просто тоже, опять-таки, довольно схематично показываю. Потому что я знаю, что я сейчас ее более подробно сделаю маркерами. Так, деревья. Деревья я тоже фактически вот очень аккуратно, чтобы потом не полез на передний план. Просто, чтобы не пропало. Обозначаем вот так контура. Вторую линию крыльцом. Ступени. И границы вот этой клумбы. Так. Теперь. Теперь я опять беру линейку. Стараюсь не двигать листчиком, да, чтобы вам было удобно. Поэтому мне, например, вот так. Без линейки будет сложно прочертить. Я бы сейчас развернула нормальный лист. Ну. Раз. Труба. Форма трубы, не забываем ее. Крыша. Крыша. Ну, в общем, здесь на самом деле кайфовый процесс. Если вы уже сделали правильный карандашный набросок, все попали в пропорции, то здесь уже просто аккуратность. То есть, можно было бы, конечно, сразу приступить к маркерному рисунку. Но я показываю свою технику, да. То есть, она может быть длинная, может быть, не знаю, сложная, простая. Но это как бы моя техника, я в ней рисую. Вот, я так. Ну, то есть, это мое понимание, как это должно быть. Хотя я совершенно не отвергаю какие-то другие варианты рисования. Просто на данном этапе мне нравится, чтобы было вот так. Здесь не видно, тоже вот. Здесь все балкончики, да, разный рельеф, и мы их чуть-чуть обозначаем. Тут главное, чтобы у нас окошки получились одно над другим. Сейчас я дорисую линейный рисунок, и буквально на 2 минуты отключусь, чтобы мы могли с вами нарисовать, закончить его маркерами. Эфир я постараюсь сохранить, и как раз мы около часа уже рисуем. Да, здесь такое. Более большое, более большое, более массивное, массивные балкончики. Крыльцо, да, и здесь видно, что труба. Здесь тоже есть эта линия. Так, теперь что я делаю? Сейчас я тогда сотру все клячкой. Карандаш. Посмотрю, все ли у меня хорошо получилось. Если что-то не так, сейчас я доправлю и дорисую. Видите, какие-то линии я все-таки забыла сделать. Вот, сейчас я их дорисовываю. Потом мне не очень нравится, что у нас эти окошки слишком далеко, поэтому я вот как будто бы их чуть-чуть обрамлю. Да, они все-таки поближе. Вот такой наш набросок получился у нас. И сейчас мы приступим к маркерам. Но для этого я переключу, чтобы у нас эфир сохранился и было как бы две части. Получается, на одной части мы с вами строим, а на второй части уже доделываем в цвете маркерами. Так, сейчас я еще все доубираю. Поэтому, поэтому не теряйтесь. Сейчас я прерву эфир и сохраню. Сейчас я вот доделаю. Досмотрю, чтобы все было в порядке. Просто карандаш и маркеры не очень хорошо дружат. Ну, то есть, есть, конечно, одна бумага, на которой они дружат, но это тоже дружба о двух концах. Чтобы маркеры не портить, надо карандаш лучше полностью удалить. А по линерам, особенно если это линер скетч-маркер, можно спокойно мазюкать маркерами, и ничего плохого не будет. Так, сейчас я сохраняю этот эфир и через две минуты выйду снова, буквально попью водички, и мы с вами будем рисовать уже маркерами. Вот я подготовила для вас палитру маркеров, которыми мы будем рисовать. И сейчас на втором части мы будем как раз ими работать. Я вот даже сейчас стараюсь все поставить, чтобы все было видно. Маркеры все равно не видно. Ну, вот я буду брать их. Все, ко второму часу я подготовилась. Сейчас я эфир сохраню на 24 часа. Попробую сохранить все на устройстве. И мы с вами продолжим буквально через две минуты. Приходите по новой. Всем привет, кто присоединяется. Я продолжаю рисовать... Здравствуйте. Я продолжаю рисовать замок Шато Монтрей-Бюлле. И сейчас мы приступаем к маркерной части. Что такое маркеры и чем они отличаются от других материалов. Маркеры на спирту позволяют нам очень красиво смешивать их между собой и тем самым получать эффекты, ну, не хуже, как мне кажется, чем акварель. Но по удобству... Ну, я все-таки сторонница маркеров, поэтому мне кажется, что они удобнее, чем акварель. Но вопрос этот остается открытым, что на самом деле удобнее акварель или маркеры. Так, вот этот маркер. И вот у нас... Я сейчас на секундочку отодвину замок. Покажу палитру. Она была в посте, примерно, которую нам понадобится сегодня. Я буду рисовать скетч-маркерами. Мои любимые самые маркеры. Так. Ну-ка, переворачивайся. Вот, все в порядке. Не знаю, как бы нам уместить, чтобы было и то, и то видно. Но... Линейный рисунок мы нарисовали в первой части. Она сохранилась. Вы можете ее потом посмотреть. А сейчас мы будем рисовать маркерами. Еще вот для тех, кто не посвящен, что такое маркеры, я просто покажу, что, как правило, всех фирм, любых, маркеры бывают двух видов. И всего три наконечника. Первый тип наконечника, он есть абсолютно у всех маркеров, это наконечник Долото. Это такой вот широкий наконечник. Им очень удобно, на самом деле, рисовать. Не все, не все им любят. Но местами он заменяет даже любимую всем кисточку. Кисточка – это второй вот наконечник. Сейчас я, ну, наверное, даже здесь, не здесь. Сейчас я посмотрю у себя какой-нибудь маленький рисунок бумаги, чтобы вам показать. Вот у меня здесь есть. Просто я вам быстренько покажу, что такое кисточка и чем она удобна. Кисточка позволяет нам рисовать фактически как, ну, как вот мы бы акварелью рисовали, да. То есть можно и так, и так. И у скетч-маркеров она очень удобная. Ну, в принципе, она почти у всех удобная, просто нужно привыкнуть к теми маркерами, которыми ты рисуешь. Второй тип наконечника, вернее, третий, это наконечник пуля. Вот я сейчас возьму все-таки более яркий цвет, да, чтобы вам было понятно. Вот. Им тоже можно попытаться нарисовать тонко, толсто. Хорошо какие-то такие вот линейные вещи делать. Ай! И наконечник долото, да, который есть у двух видов, да. То есть если мы откроем, долото есть у всех. Почему? Потому что им удобно рисовать. На самом деле, ну, то есть смотря для каких целей. Если вам нужно закрасить большую поверхность, вот, вы это сделаете быстрее, чем кисточкой. А если вам надо нарисовать что-то тоненькое, вот, вы просто его поворачиваете, да, и рисуете что-то очень тоненькое, обводите. Например, сначала обводите по краям, потом разукрашиваете. Ну, я сейчас просто не очень... А, так. Теперь. Почему все любит кисточку? Я тоже ее очень люблю. Потому что ей легче всего делать красивые переходы. И также ей можно делать некоторые вот размывания, да, то есть переходить. Один цвет делать более темный и вот сводить его на светлый. Наконечником поля это тоже можно сделать, но будет не так плавно. И, наконец, кисточкой легче смешивать маркеры. В той простой причине, что вот мы можем делать сначала сильный нажив, потом легкий, да, и вот получается она кисточка. В этом, собственно, преимущество этого наконечника. Поэтому все в основном, ну, не все, но большая часть любит, чтобы у них был наконечник кисточка и долото. Но некоторые хорошо рисуют пули. Я люблю рисовать эти митери. Вот. Это был краткий экскурс, что такое маркеры. Так. Теперь вернемся к нашему замку. У нас, по-моему, они, ну, все на экране, кстати, не так темно, как у меня. Мы начнем, наверное, с правой от нас башни. Или лучше все-таки с левой. Наверное, начнем с левой, чтобы вам было видно, да, то есть потом за моей рукой. То есть вот так я буду раскрашивать. Что я делаю вначале? Вначале я просто беру самые светлые, ТЖ-8, и просто прокладываю тон, где вот у нас он есть. То есть это не крыши, не трубы. Но если он чуть-чуть попадет на окна, поскольку он светлый, не страшно. Так, я же его заряжала. Так, сейчас посмотрим. ТЖ-8. Придется, наверное, взять СЖ-8. Небольшая замена игрока. Да, потому что я его заряжала. Ну, так даже интереснее будет. Вот у нас холодный. Так, его, кстати, все равно почти незаметно. Теперь мы берем крышу. Смотрим, где у нас находятся крыши. Для того, чтобы нарисовать крыши, мы тоже сначала берем самые светлые. темно-такой голубо-серый оттенок. Это БЖ-83. Вот, то есть мы можем накладывать цвета как кисточкой, так и долоту. Кому как удобнее. А долоту обычно получается более интенсивно. На самом деле, крыши не так много видно. Здесь замки. И этим же оттенком мы покроем поверхность стекла. Но смотрите, мы как это делаем? Мы покрываем мы немножечко во-первых, мы помним, что здесь у нас шторка. Ее не трогаем. Оставляем белой. Во-вторых, мы еще немножко белым оставляем в самом низу. Вот здесь. Будто у нас блики. Дальше мы берем оттенок потемнее. Это БЖ-52. И начинаем определяться, откуда у нас падает свет. А эти свет у нас будет падать отсюда. Тогда у нас все, что вот здесь, будет темнее. соответственно, эта. И эта часть у нас будет идти в темноту. И здесь, поскольку она тоже рельефная, здесь тоже. И теперь мы размываем. кстати, я забыла показать вам. В скетчбуке от Дудова скетч должны быть промокашки, но что-то я их здесь не вижу. Вот они. так, все. Новый скетчбук, поэтому... теперь можно совершенно спокойно, когда у нас подложена промокашка, размывать более темный предыдущим светлым цветом. затем взять еще более темный B20 и снова размыть его предыдущим цветом. И, наконец, самый темный цвет у нас так, секундочку. Простите, пожалуйста, куда-то... А, вот он. Вот он, B10. B110. Вот чуть-чуть, буквально несколько штришков им делаем, да, чтобы у нас еще чуть больше углубить наши крыши. Так что, что у нас крыша? Это, в принципе, у нас конус. Чтобы этот конус подчеркнуть, мы вот использовали три цвета. BG83, BG52, B20 и B110. Как мы поступим с окнами? С окнами мы, пожалуй, сразу возьмем B20. Можно сразу. не прощаться. Продолжение следует... и чем выше да то есть верхнюю часть окна тоже чуть-чуть затемняет у нас получается вверху темно внизу светло как будто у нас блики в данном случае светло под шторами но на сами на штор мы можем взять бы же тоже можно бросить такую легкую голубую тень потом кинсы цветные элементы в общей массе это у нас трубы для них у меня и r84 их тоже здесь не так много так так и поскольку мы договорились что свет у нас падает слева соответственно то что справа будет у нас темнее r21 затемняем и r84 размываем также я бы наверно сразу добавила красный вот у меня просто на такой кирпичный цвет от сверх дверей его смешала с тоже 5 самым нашим темным цветом за что люблю бумагу doodle sketch за то что вот он позволяет очень классно все смешивать получается фактически как акварелька так теперь нам нужны будут тоже 5 тоже 7 сж 8 тоже 8 и b123 так сейчас я увижу чтобы 123 она у меня должна быть отложена секундочку то есть а вот таинственного исчезновения маркера не предвидится видите у нас как бы здесь кирпичики и вот эта сторона более холодный оттенок и я сейчас просто беру дала то так ничего не боясь нагло делаю мазки маски маски фиолетового цвета там где у нас стена где у нас башня где у нас будет тень также под окно под тумбы так вот здесь под балкончиками и на лестнице так у нас свет падает здесь здесь у нас будет тень здесь даже наверное надо я все же чуть гуще показать теперь я беру тоже 7 и ничего не боясь прохожу даже 5 у меня еще больше усиливаю глюби углубляю эффект тени так здесь у нас почти все уходит в тень 5 низ у нас вы видите более темные он туда сейчас еще зелень и немножко добавим в конце я не прорисовываю кирпичики хотя я принципе люблю это делать потому что у нас такой будет легкий скетч и у нас не очень ну то есть достаточно далекий машин дальний масштаб то есть он не предполагает у нас таких подробностей эфир будет доступен 24 часа спасибо большое мне очень вдохновляют такие слова хочется больше и больше проводить прямых эфиров я конечно их пока далеко не идеально провожу я к себе достаточно объективно отношусь что я пока не самый лучший учитель на и работаю над собой то есть видите мы рисуем в общем то маркерами конкретно в этом примере фактически как акварелью но чтобы так делать нужна хорошая бумага вот doodle sketch располагает такой бумагой поэтому мне вот совершенно не страшно делать несколько слоев экспериментировать так ухо мне чуть-чуть сдвинулась я извиняюсь теперь светлые части давайте мы немножечко вот здесь притемним а то кажется что здесь как будто какой-то такой обрубочек это неправильно это не обрубочек так это очень интересно у меня прямой эфир а у меня звонок у дверь но поскольку у нас сейчас москва и военное положение я очень извиняюсь сейчас попробую дойти посмотреть кто там вдруг там участковый проверяет дома я или нет поэтому я сейчас все оставлю и надеюсь что на секунду отойдут кто там в общем это ходят очередные мошенники которые предлагают какие-то непонятные товары возвращаемся из унылой реальности карантина жесткого который у нас москве объявили вечером фактически по моему часов девять или в десять мы уже были совсем расслабленными уже готовились к вечернему просмотру сериальчик оказался нас карантин ладно давайте о хорошем карантин у нас уже давно ему уже достаточно давно его с родственниками пытаемся соблюдать насколько это возможно вот но сейчас у нас строгий карантин за которой на за соблюдение которого можно получить большой штраф поэтому приходится подходить смотреть кто там звонит дверь я обычно так и не подхожу когда знаю что минуту есть все дома и никто не должен прийти так что я делаю я сейчас пытаюсь до разобрать тень с той доступной цветовой палитры которые у нас есть вот я и вам еще раз показываю так я локоть задевает и двигается картинка то есть есть перчатка специальная когда рисуешь на планшете кида где у нас закрытый мизинец и безымянный палец чтобы у нас не двигался рисунок тоже надо наверно еще на локоть придумать чтобы когда задеваешь локтем планшет он не двигался так это у нас крыша а у нас еще здесь крыша я ее не увидела здесь вот крыша и как-то же 7 да я все таки здесь вот эту тенюшку сделаю по интенсивнее видите немножечко высветляется фактически как настоящий акварий многое зеленые предлагала предлагала брать уже 130 уже 131 и бж 42 но вот я сейчас уже немножко его сюда закину и вот у нас тут белесое пятно которое должно быть тоже рельефное это вот эта часть боевых укреплений из больниц и сбой с бойницами поэтому сейчас я тоже подтянем под общую массу 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 цветочки нас будет свет можно еще взять белую белевую ручку я про нее прогни анонсировал здесь используем что у нас цветочки не потерялись совсем светлая тенюшку от переусилен так здесь обозначен тоже листву немножко не листва вот растительность газона отбросим тень а здесь тоже получается должна быть сенью и у нас осталось вот здесь проработать планы можно еще конечно здесь подписать но я честно говоря думаю что мы обойдемся без этого спасибо запись эфира надеюсь что сохранится в первой части мы это все строили и делали линейный рисунок так сейчас я беру боже 42 . сейчас его вот боже 42 и же 131 вот посмотрите посмотрим тут на заднем плане мы имеем кусты и и два деревца примерно расстраиваем силуэт на то есть без каких-то вот подробностей мы на этих подробностях не и в тень 5 берем b123 один из моих любимых оттенков я люблю очень фиолетовые оттенки можно еще сюда добавить 42 чтобы не прямо таким совсем бирюзовым оказался рисуем пост представляем да что у нас дерево здесь подойти но у нас она во первых у нас весь скетч такой скетчевой стиль да и вторых у нас это еще и дальний план поэтому мы прямо так скажем прорабатываем все по ощущениям и теперь мы берем ожидать 2 и делаем наши светлое здесь теряться берем боже 42 и пускаем здесь него тень которую мы мы их возьмем же 130 так и где у нас для стебля тоже и вот нам даже в принципе не нужно вытягивать белой ручкой он так уж у нас принципе тут вышел данный передний план можно еще сделать все у нас теперь осталось не запороть передний план совсем передний который хочу бросить светлые акцент акценты сразу здесь насчет остался карандаш а я рисовала границы которые были видны тогда по экрану вам было видно вся картинка спасибо спасибо за очень приятно знаете я не заявляла один цвет маркера я принципе попробую сейчас им обойтись все просто хочу добавить сюда немножко чтобы поинтереснее у нас получилось розоватый цвет в тень но при этом сошло на нет поэтому я беру самые светлые и уже так же нас отсюда будет тень про это не должны забывать потому что у нас отсюда падает свет это я беру же 130 и еще нам понадобится вот здесь тень поняла некоторую свою ошибку надо было вот надо вот здесь но мы сейчас попробуем ее исправить вот здесь будет здесь прямо акцент а то у нас будет размываться просто светлым маркером провожу сам светлым который у меня есть и таким образом я убираю яркость насколько ну то есть она конечно не так классно убирается как водичка в акварели но все-таки немножко убирается и мы фактически фактически за чуть больше чем за полтора часа нарисовали вот такой скетч сейчас я еще вообще всегда можно конечно что-то доделать что-то дорабатывать до бесконечности иногда бывает очень нужно какой-то момент закончить не убить себе перфекциониста и в определенный момент закончить я еще единственное что травку стараюсь вот сюда свести были чтобы было более живенько так ну пожалуй я бы на этом остановилась поскольку у нас скетч все-таки с вами вот эфир я сохраню на 24 часа всем спасибо кто был со мной вот так что надеюсь что до новых встреч что все мы выживем в этой эпидемии и еще порисуем вот рада вашим большим пальцем очень приятно эфир я сейчас сохраню на 24 часа все спасибо кто был со мной есть есть какие то вопросы можете их задать все 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 все